А мы сейчас уже у Насти. Поздороваюсь. Всем привет. Мы всегда здороваемся на этом моменте на фоне туалета. Настя, он, кстати, очень рад. Не надо рассказывать тут все, кроме меня. А вот дверь закрыли. У нас постоянно открытая дверь. И к нам кто хочет, может заходить, короче. Вот. Давайте я посниму. Да. Я, кстати, по-моему, нашла видос. Я хочу его с тобой повторить. Там такой красивый. Я романтик Али Шефер. Я так верю в эту ловушку. Я на ней. Дам мне деньги с тачки. А, короче, я так хотела сказать. У нас на улице стало капец как тепло. Покажи солнышко. Там не видно. Ну, не важно. Вот. И, короче, мы просто шли. Настолько было жарко, что я расстегнула куртку, понимаете. Я бы даже сегодня, наверное, одела вместо сапок. Сапок? Сапок. И вот таких носков, покажи. Да, у которых я проходила всю зиму. И вместо вот этой кофты, которую тоже проносила всю зиму, какую-нибудь тонкую кофту, шла бы расстегнутая и в коротких носках с кроссовками. Вот настолько тепло сегодня, несмотря на то, что у нас вчера шел снег. И когда? Позавчера. Когда? И вчера, и позавчера. Да. И понимаете, что за сегодняшний день, скорее всего, половина снега растает. И если завтра такая же хорошая температура будет, то завтра тоже будет классно. Надеюсь, уже скоро будет сухо. Реально жарко. Очень жарко. И улыблено. Расскажи... Спроси меня, чем я тебе отвечу? Как у тебя дела? У меня все хорошо. Мне очень жарко. Ты мне не хочешь предложить футболочку? Ну, если вам так она нужна, то могу предложить вам футболочку. Только не факт, что я ее найду, конечно. Только нормально, чтобы я могла видео снимать. Это не как этот раз Майк, который... Так. Тебе что-то не устраивает? Нет, меня все полностью устраивало. Мы, кстати... Я там, кстати. Надя, зачем ты так приблизила? Я не приближала, это ты делала. Там... Я ничего не делала. Посмотри там на видео. Там вот так было. Ну, посмотри, я тебе говорю. Может, ты так взяла, конечно, рука. Но по-нарежке взяла. Что ты хотела сказать? Мы вчера поднимались на восьмой этаж и снимали красивые виды. И еще Илья протянул вчера ленту в комнате с Темой. Набор слов каких-то сказал. Ты не знаешь, что такое ленту? Какой, которая светится? Да. Знаю. Ну вот. У меня закончилось на карте памяти место, поэтому мы продолжим снимать на телефон, если будет что-то интересное. Я сегодня, когда уходила, думала, блин, наверное, взять нужно запасной, потому что сейчас на карте памяти у меня два влога, думаю. Надо взять. И в итоге не взяла, думаю, ну, хватит, чего ж теперь. Вот. И в итоге ничего не хватило, поэтому... Буду снимать на телефон. Когда продакшен Шерло Мерло. Шерло Мерло. Кстати, на камере, на телефоне, мне кажется, я сейчас темнее у тебя. Или даже одинаковое? Нет. Чего нет? Я темнее. Видишь, Коля, такое чувство, что сейчас корни мои одинаковые с тобой. Да. Это просто так свет палит, у меня корни темнее, чем у тебя вообще, по идее. Надо краситься. Сто процентов. Насте в последнее время очень много кушаем в торговых центрах, в маках всяких, и поэтому мы сейчас идём с ней в Макдональдс. Будем кушать. Мы просто спали, так что видок не очень, на самом деле. Да, мы уснули, короче, проспали, наверное, сколько, полтора часа? Да. В общем, это вообще, я вырубилась, у меня вот так стекли слюни. Ну, всё. Я просыпаюсь, а весь медведь, на котором я спала... Дай мне вот этот медведь. Вот. Ну, короче, вон тот, который упал медведь, я на нём спала, у него вся там рука мокрая, такая, как хорошо я спала. Вы видели бы её лицо, когда она кушает? Это просто улыбка до ушей. Покажи. Ай, мальчик, а ты неё стянула. Всё, к прочему, пошли жрать. Макдональдс. Мне Настя вон дала футболку, а ты дал смешно пробовать. Не хухры-мухры. Я уже накрасилась, и сейчас буду собираться. Короче, проблема в том, что на улице очень тепло, я хочу одеть кроссовки, но там снег, и погода, знаете, такая... Хорошая, погода хорошая, солнышко, тепло. Мама пришла с работы и сказала, что снег тает, и из-за этого не очень ходить по этому снегу, и в кроссовках я не дойду. Вот. Пойдёмте спросим у мамы, можно ли мне надеть кроссовки, если она скажет да, то, возможно, да. Мама, можно кроссовки одеть? Нет. Ну, в принципе, я ожидала этот ответ, ну, слышать. А мне пришёл Лифак. Я говорила, по-моему, в том блоге, что не должен был он прийти, и я его сказала, поэтому вот он пришёл. И мы сейчас с вами пойдём на Вайлдберрис и с её, и потом уже в больничку. Хочу одеться сегодня не так тепло, потому что вчера я просто умирала от жары, особенно днём. В общем-то... Почему всегда в этом моменте, когда я снимаю, говорю «в общем-то»? Что за слово «в общем-то»? Нужно от него отходить и не говорить его больше. Короче. Просто гениально. Я уже одета, собрана, сейчас буду выходить. Мы с Лео должны встретиться возле школы и пойдём на пункт выдачи Вайлдберрис. Вот. Забирать мой Лифак новый. Кстати, да, вот что я хотела вам рассказать о том, что я сегодня впервые не одела колготки, одела тупо просто носки, те вот баба-огонь. Мы с вами их покупали в каком-то влоге. И одела просто обученную кофту, не закрывающая пузо, без капюшона. В общем-то, вот, наконец-то мы дождались этого момента. Так легко сразу, хочется гулять, ходить и всё такое. Мы встретились с Илюшей. Идём в больницу. И это просто нужно запечатлеть. Мы гуляем в аллее нашей. Вы вообще слышите это? Гуляем в аллее с ним. Мы не гуляем, мы идём в больницу. Мы идём в больницу. Вы, наверное, немножечко трясётесь, потому что здесь... Такие себе дороги. Что ты скажешь? Что появилось солнышко, и теперь глаза офигевают. Да. Я не забыла, кстати, и взяла запасную карту памяти. Настя молодец. Да. Вот, кстати, вот здесь показывают. Видишь, 22 минут осталось. Ну, это немножко. А раньше я думала... Я не догадывалась даже, что здесь может быть. Вот. Но есть. Я опять плачу. Где это? Давай я тебя сниму. Иди, давайте ты интервью даёшь. Выходи из-за угла. Нет. Ну, прям выйди туда. Прям зайди и спрячься как будто. Я тебе скажу раз, два, три, и ты типа выходи. И сегодня мы в больнице, давай. Раз, два, три. Давай, раз, два, три, нажал. Всем привет! Всё про новое. Третий дубль. Мы вышли из больницы. Вот. Илья ходил к врачу. Смотрели его ноги. А, Илья, что тебе смотрели? Да, стоп. Вот. И расскажи, давай, расскажи, что тебе сказали. Всё хорошо. Не вври. Ну, короче, у него бумажки, они должны были писать то, что у него плоскостопие. Тебе написали? Нет там плоскостопие. У меня нормально сейчас всё. У меня было оно, а потом так вот, короче. Делал упражнение, бутылки катал там, стельки специальные. И всё прошло. А это, когда... Расскажи про... Сейчас я соберусь в смысле. Бывай о любви. Ех. У тебя же, типа, сломал палец. Короче, я сломал палец, скорее всего, на тренировке. Я когда хотел к ортопеду проверять свои ступни, короче, он мне попросил носочки встать. Я не могу носочки встать. Я встаю и такой, ну, терплю, типа, больно, потому что он говорит, а что у тебя с пальцем? Я говорю, ничего, говорю, ударился. Мне кажется, он сломан. Я такой, да не, не сломан. Он говорит, снимай носки. Я такой, нет, я не буду снимать. В итоге он меня заставил снять носки. Я там кое-как палец повернул в нормальную сторону, чтобы было видно, что он не сломан. И он такой, ну, блин. Наверное, видимо, сильно ударился. Я такой, да, сильно. И всё. Так вот мы и живём. Да, теперь мы идём по какой-то дороге. Я помню, как мы здесь ходили. Я была в платье вот здесь вот. В красивом платье. Я его очень редко одеваю, потому что его приходится закреплять скрепкой, прищепкой. А значит, из-за такого декольте видно все сиськи. Да нет, и там не было... Всё, короче, заканчиваем съёмку. Нет, не заканчиваем. Вы понимаете, всё. Влог вышел на 55 минут. Ставьте лайки, если вы хотите. Влоги по 55 минут. Нет. У него уже рука устала держать камеру. Ну всё, вырубайте, потом снимаем. Мы идём домой. Сейчас придём. И что будем делать? Посмотрим. Мне кажется, сейчас ветер идёт, а нас будет плохо слышно. Шум будет, да. Мы зашли и купили очень вкусный круассан. Пекарни, точнее, Илюшку купил. Вкусный. Чайпинь. Круассан. Да, они офигенные. Как это называется, пекарня? Пекарня. Пекарня? Пекарня, да. Блин, короче, если вы найдёте вот такие вот круассаны, они всегда так выглядят, везде одинаковые, то обязательно купите. Если вам повезёт, то там будет просто очень много шоколада, и они безумно вкусные. И я сейчас вам покажу лифчик, который я купила. Подержи камеру вот так. Не сядь на круассанах. Сейчас. А у какого они в этом кармане? Ой, а что он сам приблизился? Наверное, ты нажал. О, избавляет, если мы спросим. Вот так он выглядит. Очень важная информация. Ну, в общем, вот. Ну, стой, я же покажу. Вот он такой бежевый, вот здесь он затягивается. Красивче-то. На себе я его не буду показывать, а сзади, короче, офигенная спинка. Вот. Здесь такие вот это. А застёжка сбоку вот здесь будет. Вот такая вот. Красота. Мне нравится. И в прикольном пакетике, как он пришёл. Вот такой вот. Элитный, между прочим. Вклютишь ленту? Она у тебя оторвалась. Я знаю. Как так? Где именно тут? Да, да, ни хуя. Она ничего и тут оторвалась. Она первая оторвалась. Что качественно сделали, не надо? Я не могу. Это из-за твоего скотча такого. Из-за моего? Это вообще-то не мой скотч, а ваш. Ну, ты скотч клеил. Короче, пойдёт. А чё так плохо светит? Потому что, наверное, свет горит. На включение мы моем зиту. Смотрите, какая она маленькая стала. Она сейчас так будет носиться по квартире. Шо капец. Вот её шампунь. Вот её шампунь. Я помню, мы с тобой его вместе покупали. Он очень вкусно пахнет. Прям безумно вкусно. Прикосить через камеру было заприкусно. Это было бы очень круто. Филю? Да. Кто-нибудь сушит собак? А Филю же сушит. Не знаю, я никогда Филю не сушу. Прям, это... Салон красоты какой-то. А бабои? Ха-ха... Мы снова живём. Илюшы. Илюш, нельзя же погреть, да? Нет. Ты погрел себе что-то? Да. Она погрелась? Да. Тебе достать? Не. мы с ней встретимся я подойду к работе 7 часов 7 посижу у нее немножечко на работе мы пойдем возможность торговый центр как минимум за кормом фильм ну короче это еще не точно кроссовки в карри купили они вышли всего лишь 1200 со скидкой вот такие вот черные прикольные и и и и